Валерий Мазанов Уральского банка Сбербанка России Кирилл Прель Здравствуйте, Кирилл Владимирович Вы человек деловой, поэтому с деловым человеком надо сразу начинать про деньги. По итогам 2012 года Сбербанк заработал серьезную прибыль, 19 миллиардов рублей. Какие итоги принес вам 2013 год? Удалось ли выполнить все поставленные задачи? Для человека, который входил в возрослую жизнь в 90-е годы, деловой человек звучит немножко двусмысленно. Я все-таки считаю себя менеджером прежде всего но если говорить серьезно то год был действительно удачный нам грех жаловаться мы запланировали тех целей и результатов, которые ставили перед собой и увеличили прибыль в целом по сравнению с 2012 годом. Сейчас еще до конца подводятся итоги, но порядка 22 миллиардов рублей это прибыль Западноуральского банка в 2013 году За акционеров можно порадоваться Сбербанка но Сбербанк это государственный банк, поэтому можем ли мы сказать что часть этих денег была направлена на решение общегосударственных задач? Доля государства Сбербанка составляет контрольный пакет это 50 процентов плюс одна акция но кроме этого у Сбербанка еще большое количество инвесторов во всем мире и в стране, поэтому мы прежде всего коммерческая организация, которая зарабатывает деньги для всех своих акционеров год был удача не только для Западного Урала Сбербанк в целом показывает хорошие результаты прогнозирует хорошие результаты за 2013 год поэтому несомненно, что мы являемся таким значимым системным институтом для страны, несем в том числе какие-то социальные нагрузки и даем работу сотням тысяч людей и в каждом регионе стараемся, чтобы наша роль и наша миссия была полезна в том числе для государства я знаю, что работа Сбербанка подчинена определенной стратегии то есть есть некий документ, стратегия на пятилетку и текущая заканчивается то есть наверняка уже есть у вас планы либо уже в виде принятого документа стратегия на следующую пятилетку можете поделиться этими планами? да, несомненно, сейчас в 2013 году мы закончили реализацию предыдущей стратегии и, наверное, можно считать эту пятилетку достаточно успешным как мне кажется, Сбербанк очень серьезно изменился это видят многие, это видят наши клиенты заметно невооруженные глаза поэтому сейчас, конечно, крайне важный момент и в конце прошлого года, а именно в день рождения Сбербанка, 12 ноября Совет Директоров одобрил новую стратегию и сегодня мы знакомимся сами с ней мы проводим огромное количество совещаний, стратегических сессий пытаемся донести основы этой стратегии фактически до каждого сотрудника лишь тогда ее, наверное, можно будет реализовать если это станет элементом действительно дойдет до каждого человека который работает в Сбербанке в чем ее базовое положение? знаете, об этом, наверное, можно говорить очень долго потому что это документ, над которым работали сотни людей привлекались консультанты это достаточно объемный труд но если, наверное, каким-то образом пытаться систематизировать наверное, пять главных элементов стратегии существует первое это клиенты и не буду останавливаться подробно но Сбербанк действительно уникальный финансовый институт нашими клиентами является практически каждый житель страны и вот в новой стратегии мы будем стараться реализовывать новые подходы к клиенту у нас есть такой лозунг с клиентом на всю жизнь и мы постараемся сделать так чтобы именно наши клиенты для которых мы прежде всего работаем получили новый уровень сервиса и мы очень серьезно к этому готовимся второй момент мы будем делать точно существенный акцент на развитие членов нашей команды и корпоративной культуры в банке банк вообще организация которая во многом очень зависит от людей от того, как они между собой взаимодействуют какие правила игры устанавливаются и мы до этого очень серьезно вкладывались и был для нас приоритетом номер один это развитие именно человеческих менеджерских качеств каждого практически сотрудника сейчас это тоже ключевая задача стратегии третий момент, наверное, тоже, который очень важным является мы будем продолжать то, что мы называем технологической революцией Сбербанк за последние пять лет в рамках реализации прошлой стратегии очень много сделал для этого и мы видим, что через пять лет следующие, к 2018 году мы должны стать совершенно технологическим институтом который предоставляет сервис на современном техническом уровне и это будет тоже один из ключевых приоритетов как любая, наверное, коммерческая организация мы все-таки не можем не ставить перед собой финансовые цели, поэтому фактически мы хотим удвоить объемы бизнеса и прибыли в следующие пять лет и это достаточно амбициозная задача но я думаю, что если мы решим все предыдущие вещи, о которых я говорил это должно произойти это достижимо, да это должно произойти, наверное, само собой прибыли это всего лишь следствие, наверное, всей проделанной работы на других участках Кирилл Владимирович, Сбербанк это гигантский финансовый ресурс и в этом смысле он не может не быть важной составляющей частью экономики вообще почему я говорю? потому что в банк обращаются очень много предпринимателей очень много собственников и руководителей крупных предприятий для реализации тех или иных инвестиционных проектов но у этой медали есть вторая сторона то есть без нормального инвестиционного климата ну, скажем так, бизнес не движется как вы, находящиеся на острие всех этих процессов оцениваете инвестиционный климат в Пермском крае, на Западном Урале? ну, вы знаете, идеала, наверное, конечно, не бывает в этом смысле но мы можем его описать да, я могу отметить такое существенное улучшение в этом направлении мне кажется, что Пермский край точно находится выше среднерыночных значений в этом плане и сегодня в регионе, как мне кажется региональные власти очень существенное внимание уделяет именно этому аспекту мне кажется, что созданы сейчас может быть, не столь эффективно еще пока они себя проявили но все необходимые институты идет позиционирование Пермского края среди отечественных и зарубежных инвесторов задача создания новых рабочих мест улучшения качества жизни населения становится ключевым приоритетом, наверное, для властей и что отрадно, это не просто слова мы на своей работе действительно наш бизнес тоже катализатор происходящего в экономике мы увидели существенный подъем в 2013 году с точки зрения активности корпоративного бизнеса с точки зрения роста инвестиций зову одну цифру за 2013 год нам удалось увеличить портфель корпоративных кредитов на 40% это в три раза выше, чем в среднем по стране поэтому я думаю, это о многом говорит о тех процессах, которые в экономике края в экономике региона, где мы работаем происходят и то, что они носят позитивный характер и сегодня мы уже, мне кажется, точно вернулись на докризисный уровень и видим, что те проблемы, которые были характерны для экономики края прошлые 2-3 года, да, они начинают выравниваться растет инвестиционная составляющая в некоторых отраслях экономики которые находились в застое наметились тоже тенденции к росту поэтому в этом плане я считаю, что год был удачным и для региона, и для нас то, что вы говорите, конечно, очень позитивно и радостно с другой стороны, приходится очень часто слышать да, это ни для кого не секрет что мы находимся на пороге либо уже вступили, перешли через этот порог очередного кризиса насколько он будет глобальный, насколько он будет глубокий это обсуждается вот с вашей позиции насколько виден этот кризис? он есть? он будет? какова будет его глубина? я не хочу гадать я считаю, что, наверное, когда каждый произносит слово кризис он понимает, что это свое ну да, у кого-то 100 рублей, у кого-то миллиарды да, и, наверное, как-то когда мы произносим это слово мы все вспоминаем там 5-10 лет, да, истории, которая длилась до 2008 года когда все росло каждый год когда оказалось, что все будет там безоблачно и так далее я думаю, что возврата к такой экономике уже не будет в ближайшее там время но в то же время я считаю, что кризисом его назови, как еще его назови это в том числе и хорошие возможности для того, чтобы переоценить, что ты делал не так в прошлые моменты чтобы как-то изменить свой бизнес сделать его сильнее сделать его более устойчивым для любых перемен, которые могут происходить в мире и которые будут происходить в мире я вас слушаю и понимаю, что ваши слова несколько расходятся со словами экспертов которых, собственно говоря, приглашал на пермскую землю Сбербанк я вспоминаю, что в конце прошлого года известные экономисты Степан Демура и Михаил Хазин проводили на вашей площадке круглый стол, семинар не знаю, как это называется но достаточно жесткие вещи они произносили и пугали как вообще это понимать? почему вы приглашаете экспертов? для чего это нужно? и приглашаете ли вы только тех экспертов с которыми у вас есть общее понимание ситуации? знаете, как у вас у журналистов принято писать что мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора статьи также, наверное, и в нашем случае мы пригласили этих экономистов совсем не потому, что мы там целиком полностью разделяем их взгляды скорее, я чуть более критично настроен к их воззрению, мне кажется краски во многом сгущаются а почему мы их пригласили? потому что считаем, что, наверное, в сегодняшнем мире одно из самых ценных вещей – это информация чем больше информации, тем ты обладаешь в том числе и какими-то крайними точками зрения тем очень полезно принимать ежедневные решения исходя из многополярности возможностей каким-то образом поэтому мы с удовольствием выслушали точку зрения мы предоставили такую возможность нашим клиентам и считаю, что это абсолютно полезная вещь для того, чтобы достаточно взвешенный подход сформировать к тем решениям, которые ты принимаешь каждый день надо ли вас так понимать, что вы будете продолжать эту практику? я считаю, что это очень полезно причем во всех областях я не говорю только об экономике вообще в Сбербанке знание – это одна из таких самых важных ценностей и часто мы делимся и с клиентами этими вещами мы и гуру мирового менеджмента и экономики приглашаем на встречи приглашаем на них клиентуру я думаю, что это абсолютно правильная вещь мы будем ее развивать поддержка малого бизнеса на протяжении долгих лет стала чуть ли не мантрой в нашем государстве и здесь я тоже не могу не спросить я знаю, что Сбербанк расширяет постоянно линейку продуктов делает эти услуги более, скажем так, приближенными к их нуждам но малый бизнес все равно жалуется долго, дорого, хлопотно и так далее какие продукты Сбербанк разрабатывает именно в этом направлении на ближайшие годы? ну вы действительно сказали, что малый бизнес это не какое-то однородное понятие это совокупность самых разных предпринимателей инициатив предпринимательских поэтому продуктовая линейка достаточно широкая я не думаю, что сейчас есть смысл обсуждать ее конкретно но мне кажется, что для очень существенного развития малого бизнеса о котором все правильно давно, как вы сказали, говорят уже на протяжении многих лет наверное, пожалуй, несколько вещей кардинально важны первое – это доступность услуги и над этим мы работаем я считаю, что то, что вы говорили о скорости, о учете достаточно больших рисков это то, над чем мы занимаемся и мы сделали продукты для малого бизнеса, в том числе кредитные продукты гораздо более доступными они могут получить фактически эти услуги в любом из офисов Сбербанка их на сегодняшний день более 800 и, по крайней мере, где-то консультации где-то уже конкретно техническое оформление у нас есть продукты, по которым мы принимаем решения в течение одного-двух дней и это там стандартные продукты это крайне важно сделать действительно возможным доступ к финансовым ресурсам и понимать, что кто-то способен поддержать предпринимательскую инициативу но, как мне кажется, крайне важно, и здесь, наверное, тоже существенная проблема у нас есть это общий предпринимательский климат и среда, в которой бизнес должен работать должен каждый день заниматься своим развитием как мне кажется, здесь нам еще крайне много предстоит сделать для того, чтобы этот климат в России сделался действительно для бизнеса удобным и приятным Я не могу вас не спросить о текущих, о ближайших планах именно 2014 года не пятилетней стратегии, а вот то, что у вас сегодня на кончиках пальцев Ну, несомненно, начинается год, мы входим в него с утвержденным бизнес-планом и у нас есть четкие цифры по каждому направлению, которое мы хотим добиться не буду, наверное, сегодня на них останавливаться, не так это интересно Крайне важно для нас это сохранить лидерские позиции, это улучшить качество обслуживания это сделать сеть наших офисов еще более удобной, еще более доступной и чтобы удовлетворенность клиентов росла Тогда, я думаю, что с учетом наших надежд и ожиданий, что в экономике не случится ничего страшного мы будем дальше двигаться и развиваться вместе с регионами, в которых мы живем и работаем Ну что ж, тогда я поддержу ваши планы, пожелаю, чтобы они сбылись и поблагодарю вас за беседу, спасибо, приходите к нам еще Спасибо вам большое С вами был председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Брельб и я, Валерий Мазанов Это Лобби Холл, смотрите нас на телеканале ВЕТТО, будет интересно Субтитры подогнал «Симон»